О всех казусах реформы образовательные педагоги сегодня рассказывали оппозиционерам. Лидер опоблока Юрий Бойко посетил Черновицкую область и пообщался с учителями. Впрочем, говорили не только о новациях Минобразования, каким вошел разговор в нашем материале. Школа в селе Великая Будда. Здесь учатся почти 400 детей. Все предметы преподают на родном румынском языке. Но вот в последнее время здесь говорят вовсе не об уроках. Учителя возмущены новым законом об образовании. Я вкладываю математику в 10 классе. У меня ученики, которые сейчас проводят курсы по факультете математики на Милой Академии. Мы пишем науковую работу на украинском языке. Мы просто требуем толерантно стать в курсе. Сегодня в село Великая Будда приехал Юрий Бойко. Прямо с порога его засыпают вопросами. Мол, почему, принимая закон, никто не учел мнение представителей нацменьшинств. Народный депутат заявляет, оппозиционный блок уже подал иск в Конституционный суд. Будут требовать отмены закона. Кто хочет поступать в украинские вузы, нет никаких проблем учить украинскую так же и поступают в украинские вузы. И вообще проблема надумана абсолютно. Ломать через колено людей и не давать им право выбора, разговаривать и учиться на родной мове. Это, на жаль, есть и так же и в Закарпатте такая же ситуация, с российскими школами такая же ситуация. Это неправильный закон и он должен быть отминен. Учителя рассказывают, их дети не только сдают экзамены на отлично. Многие без проблем поступают в вузы. Представители нацменьшинств занимают руководящие должности в органах власти. Выпускники румынских школ никогда не имели проблемы с так называемым социальным лифтом. И для того, чтобы занимать соответствующие посадки на уровне области, на уровне министерств соответствующих. А это почему-то проблема сейчас выпячивается совсем в другую противоречную сторону. Кроме того, новый закон предусматривает сокращение предметов. Стало быть, массовые увольнения педагогов неизбежны. Сменшилась количество предметов. Было 22 предмета, стоит 9. То есть, это уже торкается учителям. Это будет уменьшение количества учителям, потому что смещаются предметы, погружаются, как и с навчанием. Мы также против этого. Мы выступаем за то, чтобы у нас была базовая освита, грунтовая. Говорил Юрий Бойко и о начале отопительного сезона. Вернее, о его провале. Котельные и магистрали в плачевном состоянии. Плюс, власти не выделили достаточно денег на разницу в тарифах. В результате, теплокоммунэнерго задолжали нафтогазу. То есть, став позицию, что отключать. То есть, это государство в государстве така себе. А заручниками стали простые люди. Заручниками стали население страны, непрофессионизм уряда и такой антидержанной позиции нафтогаза Украины. Поэтому мы считаем, что это прямая права чиновников. Мы считаем, что нужно, как не может, швидше владеть, за помощью нормативных документов в рядовых постановок Кабинета Министра, владеть эту проблему, открыть газ и перестать мучать людей. По словам Юрия Бойко, у местных властей нет денег, чтобы рассчитаться с нафтогазом. Поэтому перебрасывать ответственность за то, что теплокоммунэнерго в долгах на местные власти, недопустимо. Ирина Волк, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область.